Пара ложек облепихи, немного лимонного сока и плодовое вино. Вот и весь секрет модного витаминного коктейля. Бармен Вадим Минаев наглядно показывает участникам выставки преимущества донских вин. Уверяет, их букет достоин украсить самый популярный коктейль и сделать его себестоимость гораздо ниже, не потеряя в оттенках вкуса. Донское вино не единственный секрет бюджетного коктейля. Есть целый апельсин, который можно разделить на условно три части. Когда мы выжимаем из него сок, если мы не сняли перед этим цедру, мы потеряли украшения коктейля. Если мы выкинули мякоть, мы потеряли апельсиновый конфитюр. Если мы используем что-то одно, мы теряем потенциально бесплатные украшения, бесплатный ингредиент. Мы теряем деньги. Не только бармены переходят на вино местного производства. Напиток из донского винограда популярен среди простых российских потребителей. И не зря. Производители постоянно расширяют ассортимент и улучшают качество своей продукции. Так что донские вина теперь вполне могут привлекать туристов. Каждый второй турист, сегодня посещая наш регион, безусловно спрашивает, а в чем же уникален регион. И на сегодняшний день мы четко можем сказать, что наш регион уникален в нашей продукции винограда, что виноделие. В этом году по инициативе губернатора в области заработал винный кластер «Долина Дона». Под его брендом местное вино будут продвигать в России и за рубежом. И не исключено, что оно заиграет в бокалах не хуже французских и итальянских напитков.